Песня Все началось в далеком 1995 году, когда отца Лонгина назначили преподавателем, а потом и директором детской воскресной школы при Киевской духовной академии и семинарии. Тогда его звали Виталием Григорьевичем Чернухой. В первый преподавательский состав входили как воспитанники духовных школ, так и миряне. Олег Коршунов, сегодня иеромонах Лукьян, Ростислав Литвиненко, Виктория Бондаренко и, конечно же, Неанила. Позднее к ним присоединились Андрей Непоп, Александр Бахов, Дмитрий Черненко и Александр Ворсин. В сиянье звездам к дальней цели, спешит усердный караван, и тут листа зазеленели, застеребрился иордан. Это самое старое из сохранившихся видеозаписей школы. Когда отсматриваешь хронику, то создается впечатление, что жизнь детей сплошь состояла из праздников, походов и других веселых мероприятий. Это не совсем так. Были обычные уроки, репетиции, занятия хора, но все это осталось за кадром и, наверное, не случайно. Дело в том, что сегодня школа вспоминается как настоящий праздник жизни, который изобиловал радостью и счастьем. Счастье – это когда дети радуются, когда не бывает зла, когда дети слушаются маму и папу, когда все в семье хорошо. Это когда все не болеют, когда нет войны. Феофан Затворник, великий святой, когда ему его духовное чадо задало такой вопрос, что такое счастье, написал ей в письме «Счастлив тот, кто чувствует себя таковым». Поэтому эта избитая фраза, у каждого свое счастье, она, наверное, правдива. Я думаю, что счастье для православного человека, ребенок ли это, взрослый ли это, это жить с Богом. Потому что, соблюдая заповеди, человек обретает жизнь вечную. Ребенок знает, что Господь его любит, что он может его попросить, и Господь по милости своей ему все даст. Он чувствует велю и милость и живет с ней. Сегодня поехал, вот я сегодня счастливый. С огромным нетерпением мы ожидали весны, потому что можно было оставить учебные аудитории и отправиться в любимую Феофанию. Эту поляну мы считали своей, и некоторые праздники проходили прямо здесь. Воспоминанию какого события посвящен сегодняшний день? Жон Мироносец. Жон Мироносец, совершенно верно. Очень часто мы поздравляем наших мам, ищем для этого повод, часто его находим, чаще всего. Но хочется особо поздравить еще и наших пап. У нас для них будет специальная песня, она касается и мам, так, вскользь, но петь мы будем ее все вместе. Папа может быть, папа может быть, кем угодно, только мамой, только мамой не может быть. Папа может быть, папа может быть, кем угодно, только мамой, только мамой не может быть. Папа может быть, папа может быть, кем угодно, только мамой, только мамой не может быть. Говорят, что Рождество – это праздник родом из детства. Наверное, поэтому он был для нас самым любимым днем в году. Можно было прийти в академический храм Рождества Богородицы и получить из рук его настоятеля сладкий подарок. Кстати, рядом с отцом Иоасафом стоит иеромонах Никодим. Они оба сейчас стали архиереями Украинской Православной Церкви. В Абифлееме, В Абифлееме веселая новина, Веселая новина, Пречистая Дева, Пречистая Дева породила сына. Породила сына, Христос родился, Бог уплотился, ангела испевает, царь не витает, поклоны отдаёт, пастыри играет. Чудо, чудо повидают! После традиционных подарков и колядок нас ждал в соседнем корпусе отец Геронтий. Ходить он тогда уже не мог, поэтому готов был все 150 человек принять в своей келье. В крошечной комнате мы, конечно же, не помещались, но в его сердце места хватало всем. Я вам, знаете, что я тебе расскажу, что интересно? Мы приехали, вы слышали, вам, наверное, рассказывала, и не они, что мы были на Святой Горе Афон. И вот оттуда вам каждому есть по-небольшому такому подарочку, благословение, да, такое. И крестик, и иконка есть. А вот это, я каждому буду давать, лавровый листочек. Вы его можете куда положить? В свой молитвослов, где-то, то, другое. И помните, вот этот листочек зелёный, он вечно зелёный. Он всегда зелёный. И зимой, и летом. Жизнь всегда наша есть, вечная. Здесь, на земле, и у Господа Богом там, мы перед Богом будем всегда живые. Вот помните этот листочек, пускай он вам напоминает Святого Великого Ученика и Целителя Пантелеймона. И вы, как бы ни были, молитесь помаленечку. Просите у Божьего благословения, прощения. Вот, мало ли, в который раз наделаете что-нибудь. Обидите маму или папу, там, или старших. Господь, прости нас. То, что мы такие нехорошие бываем. А кто у нас нехороший, конечно, я. Да? Ну, вот, будем, самое главное. Поэтому, вам много, много, много и благая лета. Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение, во всем благое поспешение, подай, Господи, отрахам всем, и сохрани их на много и благая лета. Воспоминания о школе не были бы такими яркими, если бы не паломнические поездки. Чернигов и Одесса, Почаев и Крым, они оставили воспоминания не только в виде фотографий. Иногда впечатления выливались в стихах. Сердцевина поста, поклонение Кресту, что не храм, словно в трауре дом. Покаянный Псалом над главой у Христа, словно реет в сиянье свечном. Вот дорога на запад, как просто теперь, не трудя переходами ног, сесть в автобус и с молитвой ступить на Почаевский горний порог. Это пиршество нищих, здесь соном и путей, и судеб, и надежд, и страстей, притекая к Тебе, припадают к Твоей Богородице светлой стопе. Здесь все таяло, и след непорочной, вода, и сам звон колокольный вдали, И бессмертие явственный трепет, когда перед Иова кельей стоим. Убегая от славы предлики икон, от искусок Иисусу с мольбой, Как придем мы к Нему покаянной толпой? Знал ли Он это? Видит ли Он? Кто молитвой обитель от гибели спас, верой крепкую миру оплот, Как Он может быть мертв, от кого столько нас заступления и помощи ждет? Вся дорога в крестах, указатель, рай, ад, косо-лесенькой в небо глядит, И заботливый ангел любви и тепла у стекла ветрового сидит. Вот и Киев в цвету, и в свечах куполов, И хоть снова в нем царствует плоть, но сквозь всю суету повседневных оков Посылает надежду Господь. Субтитры подогнал «Симон» Во время поездки в Одессу очень многие дети впервые увидели море. За один день мы посетили около десятка храмов и монастырей. Но в ответ на вопрос о том, что запомнилось больше всего, Мы обычно слышали от детей три слова – море, поезд и трапезная. Для многих паломническая поездка в Крым разделила жизнь на до и после. Мы жили на подворье свято-никольского храма на северной стороне Севастополя. Этот храм возник в середине XIX века на мемориале, посвященном героям первой обороны Севастополя. Рассказывая о своем летнем лагере, на вопрос, где вы жили, Можно было коротко ответить – на кладбище. И после этого наблюдать недоумение на лице у собеседника. Тогда для детей, возможно, было недоступно понимание всего значения этого места. Но она обязательно придет потом. Ведь здесь похоронены 50 тысяч защитников города. Какой тут дышит мир, какая славы тризна Средь кипарисов, мирт и каменных гробов. Рукою набожной сложила здесь отчизна Священный прах своих сынов. Они под землей отвагой прежней дышат. Боюсь, мои стопы покой их возмутят. И мниться все они шаги живого слышат, Но лишь молитвенно молчат. Кроме Севастополя мы объехали многие города, А вот в Балаклаву попали случайно. Водитель неправильно услышал адрес, И мы оказались в этом чудесном городке. Побывав в храме 12 апостолов, Мы поднялись на гору, На вершине которой стоят развалины Древней генуэзской крепости Чимбало. Давай показывай. Понюхайте, как пахнет. Это для чего мы собрали? Чтоб чай варить. Чтоб чай варить. Мы сейчас в пещерах замерзнем. Нам сказал Александр Анатольевич, Что там зима, и 5 градусов, как в холодильнике. Там лето не бывает. Мы будем чай варить. С чебреца. До поступления в киевскую духовную семинарию Я жил в Крыму и работал с пелеоинструктором В пещере Эмине Баир Хасар. Конечно же, мне захотелось показать детям пещеру. Так группа оказалась в горах, На нижнем плато массива Четтердак. А где наша церковь? Вот Александр Анатольевич. Наша церковь, к сожалению, ее не видно. Отсюда, да? Да. А я думаю, вот то блестит наша церковь. Годы, проведенные в школе, стали праздником. Но этот праздник бы не состоялся, Если бы не родители наших детей. Не было бы ни кукольных спектаклей, Ни поездок. Не было бы и этого фильма. Школа дала бесценный опыт человеческих отношений, Который помог нам приблизиться к пониманию того, Что же такое счастье. Наверное, вы подумали, Что история на этом закончилась. Нет, для наших детей тогда все только начиналось. Нельзя в одну реку войти дважды, Сказал один, наверное, очень умный человек. Но мы не смогли объяснить это детям. Да не очень-то и хотели. А потому сказка про счастье получила продолжение. Летом 2008 года мы предприняли попытку Освежить в памяти те чувства, Которые связали нас со школой, Друг с другом и с Крымом. Надо признать, попытка была удачной. Дети повзрослели, Родители стали мудрее и серьезнее. Не изменились только преподаватели. Хотя нет, одно изменение есть. Не Анила Валентиновна сменила фамилию. Теперь она тоже Ворсина, как и я. Мы решили в этот раз завести всю группу в гости к моим родителям, Поскольку живут они в Крыму. В этот раз базой основного проживания для нас Стало село Холмовка в Бахчисарайском районе. Настоятель здешнего храма, отец Виктор, Не только радушно принимал нас в своей гостинице, Но и сопровождал по пещерному городу Эскикармен. Еще один пещерный город, до которого мы добрались – Мангуб-Кале. Здесь несколько лет действует мужской монастырь, Настоятель которого – уже знакомый нам игумен Иокинов. Семь лет назад мы встретили его в Успенском Бахчисарайском монастыре. Как не велик Крым, но пути православных в нем пересекаются очень часто. Фиолентовская бухта оказалась такой же красивой, как и семь лет назад. Но если на скалу Святой Крест тогда наши дети смотрели, Как на нечто недосягаемое, То в этот раз некоторые рискнули добраться до нее в плавь. Покидая бухту, многие не захотели преодолевать подъем высотой в 800 ступеней И решили отправиться на катере. Нам обещают даже поезд под парусами, А часть группы осталась молодые, крепкие. Тут мореплавателей ждала небольшая авария. У катера с треском сломался грибной винт. Само происшествие осталось за кадром, Но поспешу успокоить зрителей. Все закончилось хорошо. Группа пересела на другое судно И благополучно добралась до Балаклавы. Какие-то большие рыбы, какие-то вроде... Ой, как-то плохо вы напрягаетесь, не надулись совсем. Не-не-не-не-не-не-не. Так, чуть-чуть. Все. Спасибо. Паломничество в Крым получилось удачно. Но ставить на этом точку мы не будем. Давайте считать, что все только начинается. Спасатель, я уже спасатель. А там все, там... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok